МАРКОВИЧЕ РОМАН МАРКОВИЧЕ РОМАН МАРКОВИЧЕ РОМАН МАРКОВИЧЕ РОМАН МАРКОВИЧЕ РОМАН Эти спортсмены встречались на соревнованиях по боевому самбо турнира памяти Долголенко 2009 года. И в том бою ударом выиграл Сергей Новичков. Он произвел в обмене удар и сломал Роману нос, после которого Роман был снят в соревновании. И это как бы матч-реванш только по правилам не боевого самбо, а ММА. Вот мы видим ударную технику коленями в голову, что присуще именно профессиональному панкратиону. Романа вообще можно отметить, что он прекрасный ударник. Его непросто, прямо скажем, перевести в партер, потому что на турнире Отечества Роман выступал. И все свои бои выиграл в стойке. И, по-моему, он из Беларуси. Он из Украины, да. Изначально он пришел, сейчас он тренирует в спортивном клубе Сандерс. Изначально он пришел в спортивный клуб Сандерс с небольшим арсеналом кикбокса, где-то на уровне второго разряда. И вот после занятий ориентировочно год. Это первые соревнования, ну, по жесткости. Многие ребята дрались на таких турнирах в первый раз, где разрешены удары. А сколько лет, Роману? 24, по-моему. То есть он пришел в относительно уже позднем возрасте? Да, он занимался кикбоксингом для себя. Но кикбоксинг и ММА, скажем так, кикбоксинг – это не маленькая часть ММА. Для того, чтобы побеждать в боях по Панкартиону, нужно владеть не только ударными или борцовскими техниками по отдельности, но и обязательно уметь их складывать и уметь их суммировать, конечно, да. В нужный момент ударить, в нужный произвести захват. Я бы даже сказал приумножать. То есть если ты просто суммируешь это, то это будет намного хуже, если приумножать. В нужный момент делать нужную технику. Вот мы видим, Сергей проходит в ноги, валит Романа, но Роман перебрасывает его и выходит сверху. Контролирует. А еще такой вопрос, пока Роман контролирует, жеребьевка была слепая, либо все-таки организаторы бойцов специально подбирали и друг по другу ставили? Я скажу так, что многие из этих спортсменов встречались друг с другом, и мы поставили первый круг так, чтобы с... Ну вот в этом бою, например, здесь была договоренность, да, что первый бой мы делаем именно между этими спортсменами, так как оба хотели спортсмена матч-реванш. После поражения Романа на боевом самбо мы поговорили с Андреем Рудаковым и приняли решение, что сделаем матч-реванш именно по ММА. Остальные спортсмены на первый круг... В общем-то, восьмерка была выбрана приблизительно все спортсмены одинаковые. Здесь не было суперзвезд каких-то, не было фаворитов. Здесь были собраны 8 человек, приблизительно одинаковые по уровню, и у каждого был шанс выиграть этот кубок. Плюс, скажу так, что здесь мы собрали спортсменов, у которых превалирует ударная техника. Поэтому, я считаю, турнир в этом только выиграл. По зрелищности. Большая часть боев заканчивалась именно ударами. Ну, давайте не будем забегать вперед. Нам еще... Ну, первый бой мы видели с вами, это была Ушира, да, после которой спортсмен не смог продолжить. Сейчас мы смотрим второй бой. Было несколько переводов в партер. Ну, вот бой сейчас опять со стоечки работает. Пока Маркович доминирует явно, не получается вроде у Сергея. Вы знаете, после первого партера, после того, как Сергей пропустил удар, Рома просто не дал ему возможности восстановиться, и много ударов после этого Сергей пропустил в партере. Плюс это были колени и голова в голову. Эти удары, они значительные, и здесь немножко, мне кажется, Сергей еще не пришел в себя. Удары головы разрешены? Удары головы разрешены. Это техника профессионального панкаратиона. Вот мы видим попытку бигфиста. Для того, чтобы остановить борца, недостаточно руки или ноги. Борца можно остановить только с помощью коротких рычагов. Локтя, колено, либо также с помощью головы. Да, ну и при наличии тоже хорошей борцовской подготовки, чтобы просто не упасть. Вот, смотрите, Рома пробивает локтем, да, и попадает в печень. И этот удар приносит ему победу в этом поединке. Да, закончилось неожиданно. Конечно, доминировал Роман на протяжении всего года. Первый удар, да, левый прямой. Сам Сергей нашел на левую руку Романа. Вот он, еще раз повтор этого момента. Какой интересный был добивающий удар. И ворот в партере. А, это уже окончание бой. Нет, окончание, сейчас посмотрим. Вот сейчас, вот он удар. Вот он, точный удар в печень. Удар. Удар в печень, и все, завершается бой. Локтем. Причем второй удар-то по корпусу завершает. Первым ударом он пробил печень. Нет, я говорю, что во втором бою уже все заканчивается. После грамотного, хорошего удара по корпусу. Удара по корпусу, да. Ну, давайте резюмируем. Если я, как я правильно понимаю, Маркович и победитель прошлого боя Кирим Марсланов встречаются в полуфинале. В полуфинале все правильно, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!